Добрый вечер, ребята. В нашем городе очень талантливые ребята. Я в этом убежден. И вот сегодня ко мне в гости пришел такой очень талантливый мальчик, которого зовут Алексей Никифоровский. Здравствуйте, ребята. Алексей, как, впрочем, и многие из вас, учится в школе. Но школа это необычная, потому что это вообще называется даже не школа, да? А как это называется? Хоровое училище. Хоровое училище. Но обычно ведь в училище поступают после окончания школы. Ну, в обыкновенное училище. А в вашем училище что происходит? Ну, там как бы 11 классов и консерватория потом. Ну, то есть у вас в этом училище общепрознавательные предметы есть? Да. И физкультура? Да. И география, и математика, да? И кроме того, еще у вас есть пение, да? Хор или как называется этот предмет? Хор. Хор и вокал. Хор и вокал. Так, а вот скажи, пожалуйста, а еще какие музыкальные предметы есть? Ну, рояль, кларнет, скрипка, виолончель, флейта. Даже так? То есть, а ты играешь на всех этих инструментах? Нет, только на рояле и кларнете. А, на рояле и на кларнете. А что тебе больше нравится, играть на кларнете или петь? Петь. Все-таки петь? Да. Дело в том, что Алексей, несмотря на то, что он совсем еще очень даже молодой человек, но он уже выступал и продолжает выступать на профессиональной сцене. Алексей, ты в каких спектаклях и в каком театре ты выступаешь? Ну, в Мариинском театре я пела «Поворот винта». Это что такое? Это опера. Ну, я понимаю, не балет. Нет, опера. Так. Потом в Большом зале филармония «Дитя и волшебство». Так, а еще я знаю, что ты принимал участие в спектакле «Волшебная флейта». Ну, да. А это где шел спектакль? Тоже в Мариинском театре. Тоже в Мариинском театре. И у тебя там была партия? Да. Ну, и как зрители принимали? Ну, хорошо. А что так подумал? Ну, аплодировали? Да. А тебе это понравилось? Да. Понятно. Ну, очень хочется послушать. Вот ты мог бы что-нибудь нам сейчас петь? Да. Давай, а что? Ну, кусочек из «Дитя и волшебство» Равель. Ага. Композитор Равель? Да. Опера «Дитя и волшебство». А чья это партия? «Дитя». Партия «Дитя». Хорошо, давай послушаем. Ты цветок белой розы, Ты аромат лилий чистых, Ты глаза твои и руки, И корона, и ожерелье. Ты исчезла, словно свет звезды далекой, Как волосок твоих кутрей. Как волосок. Присаживайся. Это аккомпанирует оркестр? Да. Это же не фонограмма? Нет. А вот скажи, когда происходили репетиции, То есть вот перед тобой стоит, Вернее, сидит оркестр, да? Профессиональный оркестр Прославленного театра Мариинского, Дирижер, серьезный человек, И вы начинаете репетировать. А ты еще, мальчик, Еще только учишься. Вот скажи, Как тебе вот это ощущение было? Вот репетиции с профессионалами. Не боялся? Нет, не боялся. Ну, поначалу только. Я знаю, что в это училище имени Глинки Мама привела Алексея, Когда ему было 4 года. Потому что уже тогда родителям показалось, Что у мальчика очень хороший слух, Хороший голос. Но сказали, что еще рано. И вот в 6 лет ты пришел туда, да? Ну, поступил в первый класс. Поступил в первый класс. Сначала было подготовительное. А сначала был подготовительное. Да. И вот скажи, с чего началось Твое обучение именно вокалу? Ну, сначала 4 года надо было показать, Ну, показать кусочек какой-нибудь песни тоже. И что ты пел, ты помнишь? Чебурашку. Чебурашку? Да. А сейчас ты можешь спеть? Нет. Почему? А я не помню. Понятно. Нет, ну вот потом, Когда ты стала учиться, Вот мне просто всегда было интересно, Как происходит обучение вокалу в школе? В обыкновенной школе? Ну, как бы это обычное занятие тоже. Приходишь, тебе дают какое-нибудь произведение, Надо его выучить, Потом спеть. То есть, как домашнее задание, да? Ну, да, почти. И потом на какие-нибудь концерты, может быть, это будет. А отметки ставят за пение? Ну, да. И у тебя какие отметки по пению? 8-9. Ничего себе! А я знаю только, что пятерки есть. По десятибальной системе. А у вас десятибальная система? Это по всем предметам? Нет, по музыкальным предметам десятибальная. А по учебе пятибальная. Это вас не запутывает? Нет. Понятно. Я просто приходишь домой, Мама говорит, Ну, и что ты сегодня получил? Ты говоришь, Ну, Две пятерки. И вот сиди и думай, Хорошо это или плохо. Потому что если по десятибальной системе, То две пятерки это очень нехорошо. Леша, Исполни еще какое-нибудь произведение. Я исполню «Ты, Соловушка, умолкни» и «Глинки». «Глинки». Да. Ты, Соловушка, умолкни, Песен петь не надо, Ты не пой мне своих трелей На заре и сада. Ты не пой мне своих трелей На заре и сада. Алексей, Вот ты работаешь уже с профессиональными актерами. И, наверное, ездил уже куда-нибудь на гастроли? Да. А где ты был? В Гамбурге. Какой спектакль вы туда возили? Борис Годунов. Ты участвовал в опере «Борис Годунов», да? Какую роль ты там играл? Одного нищего ребенка. А, нищего ребенка. Так, еще где вы были? Ну, с хором ездили. Куда? В Словению, Финляндию, в Польшу. И как вас там принимали? Ну, хорошо. Хорошо принимали? А в Корею еще ездили недавно. В Корею? Да. Ясненько. Ну, Алексей, исполни еще что-нибудь. Ну, я могу исполнить «Ночь Гречинина». Отрывочек? Нет, полностью. Полностью? Да. Ночь и тишина, Полная луна, Лишь одна не спит, Лишь одна не спит, Ходит, Да глядит, Как в лесу глухом Под корявым пнем Мох зашевелился, Гриб на свет родился. Да. Алексей, я знаю, что ты еще озвучивал мультфильм. Да? Вот что это за мультфильм? Ну, давно уже озвучивал Винни и Слонопотам мультик там «За кролика». Там пел две песенки и пару фраз. Надо было сказать о нем. Ну, и тебе понравилось работать в качестве актера? Да. То есть ты уже был как драматический артист. Уже тоже профессиональный. Мало того, что ты поешь на сцене Мариинского театра, поешь где еще? Да, ездишь по миру, на гастроли выступаешь. Ты еще озвучиваешь мультфильмы. То есть у тебя судьба, я смотрю, складывается очень удачно. А вообще мультфильмы ты любишь? Да. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. До свидания, ребята. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова